Сложности перехода – это проект, который реализует Государственная автоинспекция МВД России и Российский союз автостраховщиков. Главная цель этой социальной кампании – снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в том числе детей пешеходов. Тамбов стал одним из первых городов, в котором начали реализовывать этот проект, и вторым городом после Тулы, где функционирует мобильный автогородок. Проект «Сложности перехода» призван привлечь внимание всех участников движения к проблеме безопасности пешеходов на дорогах. У стен администрации Тамбовской области в минувший четверг был презентован мобильный автогородок на базе обыкновенного микроавтобуса. Благодаря ему родители и дети теперь наглядно смогут изучать правила дорожного движения. Я не знаю ни одной мамы, которая не обернется на позыв своего ребенка. И, скорее всего, это выглядит вот так. Дорога осталась бы куда. Если вспомнить самолет, сначала наденьте, маску спеют, а потом ребенок. И об этом мы говорим здесь со взрослыми. В детьми мы говорим о том, как устроить свое время, как занять себя, как не отвлекать взрослых. Для этого разработана уникальная часть методики по отвлечению внимания. После презентации автогородка и красочного флешмоба гости Тамбовской области вместе с губернатором Александром Никитиным направились в здание администрации, дабы оценить работу открывшегося Центра по профилактике детского травматизма на дорогах. По словам губернатора, Тамбов хоть и находится в так называемой «зеленой зоне», но все равно проблема травматизма пешеходов в области существует. Я хочу поприветствовать, поблагодарить за то внимание к региону. Скажу, что ответственность перед решением этих задач у нас грандиозная, максимальная. Мы с своей стороны приложим все усилия для того, чтобы дальше совершенствовать эту работу. Поскольку все начинается с того замечательного возраста, тех детишек, которых мы сегодня увидели, у которых есть интерес, у которых очень благодатная почва с точки зрения принятия информации, образования. И которые не только себе дорогу в будущее, как сегодня звучало в песнях и в их словах, в стихотворной форме пророжат, но они еще смогут и взрослых научить, и взрослых остеречь от беды. Сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов посредством интерактивных технологий безопасности – одна из приоритетных целей правительства Российской Федерации. Вдвойне приятнее, что в Тамбовской области этот проект реализовывается одним из первых. В настоящее время под особым контролем Госавтоинспекции МВД России находятся вопросы повышения безопасности пешеходов, как одной из самых незащищенных категорий участников дорожного движения. Сегодня в рамках выполнения поручения президента Российской Федерации мы подводим итоги широкомасштабной социальной кампании сложности перехода и открываем новый центр по профилактике детского дорожно-транспорта и травматизма лаборатория безопасности. Оба проекта реализуются в Госавтоинспекции совместно с Российским союзом автостраховщиков и экспертным центром движения безопасности. Помимо Тамбовской области кампания сложности перехода реализовывается еще в 10 регионах России. Внедряются новые технологии, появляются различного рода центры, транслируются социальные ролики. Все это должно помочь в сокращении дорожно-транспортных происшествий на дорогах нашей необъятной страны. Владимир Иванов, Никита Желтов, Новости ТВ Рассказыва.